ТОЧКА НЬЮЗ Меня зовут Слава Никитин. Поехали! ТОЧКА НЬЮЗ Красивая история о превращении хулигана Шнура в идеального мужа потерпела крах. Поклонники этой идеальной пары сильно огорчены. Если бы еще пару лет назад обиженные фанаты резали постеры на кусочки, то сейчас прервать отношения с кумиром достаточно кликнув на кнопку «Отписаться». Самый скандальный парень, который наверняка и в детстве не был пай-мальчиком, теперь закрепил за собой не только словечко на букву «Х», но и статус очень гулящего парня. Сергей Шнуров, который готовится к юбилею группы, а оказывается не только научил жену безупречно разбираться в алкоголе, но и серьезно потрепал ей нервы своими выходками. Теперь-то мы понимаем, откуда взялась такая повышенная нежность, несвойственная Сергею, к своей супруге Матильде. К юбилею группы вышла книга, где в тончайших подробностях рассказано не только об успехе группировки «Ленинград», но и о семейной жизни Сергея. Поклонники пребывают в шоке от откровений о его похождениях налево и вечных запоях. Лидер группы «Ленинград» когда-то не скрывал отношения на стороне и даже собирался разводиться, но то ли повзрослел, то ли жена оказалась мудрой, поэтому теперь эту историю супруги вспоминают вместе, да еще и с общественностью поделиться не постеснялись. Пока серьезные рэперы и каким-то образом замешавшиеся туда Шнуров выясняют отношения на «Версус-баттлах», Децл цивилизованно ходит ругаться в суд. Толматского опять обидел Баста, высмеял его прическу в Твиттере и сравнил с Гермафродитом. Душа поэта не выдержала. Нет, конечно, если бы сейчас был 19 век, вопрос можно было бы решить дуэлью. Но, судя по всему, близко подходить к Басте Децл не решается. Все через суд. В прошлом году он уже отсудил у Вакуленко 50 тысяч рублей. Правда, требовал миллион. Но в этом году запросы Толматского возросли. Теперь он требует 4 миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Ну а Баста, судя по всему, не парится. Подумаешь, один раз в год отдавать Децлу 50 тысяч рублей и оскорблять его сколько хочешь. А судя по тому, что концерты Васи собирают полные стадионы, то денег на оскорбления Толматского у него хватит надолго. Точка. Ньюс. После насмешки над Ольгой Пузовой в своем инстаграм, Максим Галкин открыл для себя новую нишу. Познав на себе, что смешные ролики в сети могут быть популярными, юморист вошел во вкус и выбрал новую жертву – Яну Рудковскую. Какой смелый парень. Подписчики известного продюсера ежедневно лицезреют в инстаграму Яны снимки королевских завтраков. Это уже стало традицией. Роскошный букет цветов, серебряная посуда, фарфор, изысканные деликатесы. Блондинка начинает свой день, как царица. Вдохновленный столь великолепными завтраками, Максим повторил утреннюю церемонию Яны. Вот так обычный я завтракаю. Это простой завтрак звезды. Дворецкий огнобобель на тарталетках свежий. Все, как нас учит Яна Рудковская. Ответный привет от Рудковской пришел быстрее, чем ожидалось. Продюсер поблагодарила Галкина за бэкстейдж ее завтрака и пригласила вместе отведать их любимые сосисочки. Активная блогерская деятельность Галкина, надо сказать, приносит плоды. К своим стебным вайнам он подключил и Аллу Борисовну. Просмотры роликов переваливают за миллион. Ну а насколько это смешно, судить вам. Кэти Перри одна из тех певиц, кто действительно умеет удивлять своими образами. То ее в тесто закатают, то она наденет лифчик из пирожных, то с девушкой поцелуется. А сейчас и вообще превратилась в ромашку. Если под словом ромашка вы подумали, что Кэти в своем новом клипе Филс предстает в роли застенчивой девственницы, то глубоко ошиблись. Перри в прямом смысле перевоплощается в цветок, который буквально на глазах расцветает на зеленом лугу, при этом красиво обнажая части тела Кэти Перри перед мужским коллективом, состав которого возглавили Фаррел Уильямс, Кельвин Харрис и рэпер Биг Шон. Вся эта веселая четверка зажигает в райском саду в сопровождении двух качающихся в такт попугаев-какаду. Неизвестно, кто круче провел время на съемках, Кэти или парни. Но для нас этот клип пришелся кстати, ведь уже пора настраиваться на жаркую волну. Меньше месяца остается до самого горячего фестиваля лета «Жара в Баку». С 27 по 30 июля на берегу Каспийского моря случится невероятно красивое и мощное музыкальное событие. А пока звезды продумывают луки и пакуют чемоданы, создатели фестиваля приоткрыли тайны грядущей жары в Баку. В вечернем прямом эфире авторадио Сергей Кожевников и Григорий Левс рассказали, как идет подготовка к жаре в Баку и какие сюрпризы ждут гостей. Дни, посвященные творчеству Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Григория Левса порадуют неожиданными интерпретациями любимых хитов. Будут очень оригинальные песни, допустим, София Ротару в исполнении Лободы, той же Глюкозы. Это очень колоритный, когда Лобода, как ты споешь. А сам фестиваль растянется на 4 дня, потому что в прошлом году жары не хватило. Первый канал и телеканал Жара покажут вам весь фестиваль полностью, но все же в Баку лучше побывать лично. Успейте купить билеты на события, которые нельзя пропустить. На сайте жара.az Ну вот и все. Вы узнали все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите добавки? Тогда смотрите Жару каждый день. Заходите в социальные сети, внизу экрана видите наши аккаунты. И последнее. Помните, что с вами был я, Слава Никитин, и Точка Ньюс. Точка Ньюс.